Очень приятно вас видеть сегодня. Немного расскажите о себе, просто я думаю многим будет интересно, ваша история. Нам было бы интересно узнать, кто ваши были дедушка, бабушка, ваше происхождение, ну и вашу биографию, основные вот такие вот страницы вашей жизни. Ну, мы от Рериха произошли, и мой дедушка был генерал из Москвы Папка. Да, и поэтому жили мои родители, и бабушки, и дедушки все в дворянском обществе, измайловского полка. И мама моя жила до самой революции тоже там, пока не вышла в 1920 году замуж. А она, понимаете, случайно, когда был голод, она устроилась в детский сад, чтобы не голодать, в детский сад, музыкальным работником. Так что я ее, так сказать, продолжение ее работы воспитательской. Вот, она была воспитателем и музыкальным работником, как тогда было, ну, после революции. Значит, в Руну она работала. Вот, и однажды, значит, как бы к этой парадной, где она выходила с детьми, подъехали комиссары вооруженные. И мой отец, он был какого-то, он был, прихрамывал, он был с одной паучкой, он был политко-тахжанин, он был военный большой комиссар. И он ее увидел и сказал, черт возьми, Маргарита из Фауста. И так он был из Графте, его друг был, и они, значит, так и решилась ее судьба. Она заболела сопняком, и он ее взял в военный госпиталь, и так она вышла за него замуж. По его, по его просьбе, была девочка одна из троих, названная свободой. Вот так я произошла. У меня единственное в России имя, я горжусь этим, что я свободна. Больше свободна, да? Павловна, больше нет в России таких, да. Это уже подтверждено, в газетах везде уже уточнили. Вот, я очень счастлива, что я являюсь продолжателем борьбы вот моего отца. Всю жизнь я боролась. Я оказалась лев, я родилась 8 августа, я оказалась львом, и поэтому я и по натуре была львом, и все. И когда началась война, мои сестры и мама бегали в бомбоубежище, конечно, прятаться со своими чемоданами и саквояжами. А я неслась на крыши, на чердаки, подвалы, бегала, носила бомбовещи в воду, плясала там, пела, только развлекала этих детей. Иногда совала им кусочек хлеба, если у меня была такая возможность. И, в общем, бегала, стала начальник группы самозащиты. Я являюсь командиром МПВО. И сколько лет вам было тогда? Мне было 17-й год, 16 лет было. А, 16? 17-й, да. Ну вот, и меня в армии не взяли, но я все-таки окончила курсы шоферов и стала возить пушки на военном заводе. Я была командиром отряда МПВО. А на каком заводе? МПВО. А завод был имени Кирова. Подъемно-транспортное оборудование. Помните, там рядом, через мост. Я оказалась в лев и крыса. И однажды я шла через мост, и были крысы шли огромной толпой во время войны. Они были жирные, такие, как, знаете, булыжники. И они меня чуть не разорвали. Но оказалась я, видимо, крыса, и они прошли мимо. Так что я вот осталась цела. Однажды ночью я с работой, когда пушки были привезены, я шла. Я была на казарменном положении, но учитывая, что я была начальник группы самозащиты, меня, конечно, туда отпускали, потому что я должна была там распорядиться этими бабками, этими подростками, которые там бегали у меня по крышам, и выбрасывали бомбы, и все. Я всю жизнь там была. Я ни день, ни ночь, можно сказать, не спала. И как я уцелела, я не знаю. 900 дней блокады выдержать, это очень серьезное дело. И когда я ездила, пушки возила, и на обратном пути ездила мимо этих разбомбенных домов, мне настолько было жаль этих детей, понимаете, которые попали в эту вот катастрофу, пожары, все горят. И я брала вот этих подростков, таких по 10-12 лет, и таскала их по заводам, и рассовывала их по всем организациям, чтобы они в цехах там как-то приживали. Да, потому что там кормили. Поэтому они мою машину драйли, драйли, мазали, потому что они меня очень уважали, я их старалась прикладывать, пригреть. И так я поклялась тогда, что я все-таки буду работать с такими детьми. Трудно. Буду помогать, что моя судьба была связана вот с ними. Вот. Я писала очень много на съезды, на всякие после войны. Была услышана. Я первооткрыватель была вот эти клубы для трудных подростков. Я проработала очень много лет, да. Ну, конечно, я танцевала с детства, но, значит, когда... А кем вы работали после войны-то? А после войны, я говорю, что у меня 30-ти годам у меня уже было четверо детей. Да, я принялась рожать сразу детей. В 47-м, 50-м, 52-м, 55-м. Я, мне было 30 лет, я имела уже четверо детей. А фамилия у вас по мужу, да? А у меня Иванова по мужу, а Залужская по мамочке. То есть у вас двойная фамилия, да? Да, у меня фамилия Иванова Залужская, Свобода и Павловна. Мой папа был Павел. Вот. Он умер мне было два года. Похоронен он на Новодевичьем, где, я думаю, что и я буду похоронена. Вот. На Новодевичьем, в центре города, значит, на Липовой аллее. Вот. Так я вот продолжала его работу в клубах с трудными подростками. Я создавала Республику Прометей. Я работала, у меня было пять клубов. У меня были тысячи людей. Я очень старалась и много работала, и много училась. Вот. И потом, значит, когда у меня муж был блокадник, и он умер, оставив мне такую кучу детей, я, значит, вышла замуж за... вот поехала в санаторий, в Тарковский военный санаторий, начальником клуба, и я уже культуру кончила, вот. И там познакомилась с балетмейстером. Он работал в Сестрорельском курорте, а я здесь. И мы, значит, он меня пригласил потанцевать халли-галли, и так мы с ним 45 лет и танцевали халли-галли. Это было очень забавно. Мой муж умер только три года назад. Я очень много с ним... он меня жалел, очень любил. И не позволял, конечно, рожать больше детей, так как детей было очень много. И нам надо было их воспитывать. Дети мои все вышли, все. У меня семь внуков, у меня четыре правнука. Ожидается еще вот в августе лев. Так что я думаю, что я очень счастливая в этом отношении. Я думаю, конечно же. Я думаю, я счастливая. Вот. В клубе я еще продолжаю работать. Я главный бухгалтер и президент. Я, несмотря на то, что я сдала все клубы, которые у меня были, тысячи метров, у меня были тысячи попугаев, там, видеосалоны, я все сдала в центр. А оставила себе один клуб небольшой, который я держу в аренде. Вот. Так что я арендатор. 87 лет. Я еще арендатор. Еще главный бухгалтер. Еще полна сил. Вот. И еще продолжаю танцевать и петь. Вот. Так что... Я считаю, что моя судьба сложилась очень нехорошо. Вот. Как вы считаете? Конечно. Свобода Павловна, а вот интересно, я знаю, что у вас, вашим воспитанникам был шнур. Да. Да. А вот немного расскажите о нем. Интересно. Ну, я вам скажу. Как он, как воспитанник, вообще ваше шнур. Потому что я чувствую, что это люди талантливые, я понимала, что это люди талантливые. Это Саша Ирзак, пятый угол, это Шнуров, это опасные соседи Глеб Малечком, великолепный человек. Вот. Это Марьяна Цой была у меня после смерти Цоя. Это Борзыкин Миша, кино. Это Боря Гребенщиков от нас вышел. Кстати, мы сделали ему подпольный концерт, когда Боря застрял там, в подпольном концерте, и тут нагрянуло телевидение, ОБХСС, и так я была поймана, что он был вынужден согласиться выйти уже к нам работать. Ну, вот. Это было очень оригинально, как в три выхода ринулись эти подростки, которых ни в чем не могли уплекнуть и поймать. Ну, вот. И, значит, за чашку уже чай я поставила, самовар, и все. И мы телевидение, и эти корреспонденты, журналисты, все с ним договорились. Боря всегда выступал у нас, и он очень, у меня подруга, его друга была мама, одна из мам. И, в общем, я очень любила этих всех, ансамблей и всех. И я в стирке выступала. Я была модель телевизора. В большой стирке, да? Да, в большой стирке Малахова. Я, когда он меня берет, он только объявляющая подруга питерской рок-тус-водки. Я не иначе. Вот, и вот мои фотографии, да, где я на конкурсе, я ледящий города. Я на конкурсе получаю премию, десятитысячный сервиз. Вот я с мужем танцую. Вот я в Москве, видите, в Останкино. Да, да, да. Я очень много, много. А у вас наград много, по-видимому, и военные есть награды, да? И после военных. Очень много военных наград, а после военных еще очень много. Таких орденов, как сердце дамку за выдающиеся общественные деятельности. Это последние, да? Последние ордена. Как у меня и перстень, видите? Потом у меня вот это, видите? Ксения Блаженная, награда. У меня очень много, у меня очень большой орден, значит, он Святого Петра. Когда был пожар в соборе, я взяла оттуда хоры. И меня за это, я награду была награждена орденом Святого Петра. За сохранение семей и за помощь вот церковь, церквям. Так что мы, верующие, мы всегда относились к таким людям. А вот это я модель, видите, метрополитена. Я еще модель Кривалы, и вообще я кругом всегда выступала и всегда старалась. И развешивала на рекламных счетах у нас. Да, 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 да. Ну вот, а это я еще мало того. Я в 30 лет, когда приехал Николай Константин, в Печковский заслуженный орден. Я, как бы, знал, 100 метровый, 100 человек в студии. 100 человек. Это вот, видите, вот Печковский, вот я. Вот, и все эти награды мои, и все эти снимки мои. Вот я, видите, вот я, вот я, вот Печковский, вот его жена, вот жена его, вот я кругом, вот мои фотографии. Видите, я с партнерами. Это я в Пиковой даме пою Пастараль. Пастараль в Пиковой даме. А где это вы пили? В каком театре? А в театрах мы всегда выступали. Мы в МВД выступали, в Большом театре. Вот он. Вот это мой муж второй. В 45 лет я с ним протанцевала и стала танцовщицей еще плюс. Хотя я вообще учитель. Я окончила университет педагогических наук и стала учителем. Потом еще были университет и учитель при доме учителя, который, к сожалению, сейчас исчез куда-то. Дом учителя, вы знаете, дворец. То есть у вас такое образование универсальное. Да, универсальное. То есть я не только культуру. Вот этот орден, видите, обрудный. Вот это можно вам снять, потому что это круто. Я сделаю, да. Нет, это отдельно сделаю. Сейчас можно снять. Это я сделаю. А это уже с Алексеем Петровичем в концертах благотворительных. Это вот тоже в Эрмитаже меня сняли. Помните тогда? Да, да, да. Это на даче вот сняли. Видите, пожалуйста. Да, да, да. Все считают, что мне 30 лет. Ну да. По фотографиям. По фотографиям. Я, конечно, у меня, как говорят, звание всегда было, кинозвезда. Потому что у меня все просвещи, у меня такое, что я, в общем-то, когда я танцую на сцене, то я кажусь, конечно, это вот на пятом канале. Ну да. Я на пятом канале. Я на всех каналах была, на сутном канале. Вот это недавно, в Новый год. Мы снимались, вот я тоже. Видите, крупным планом. Ну да, да. Хорошо. Я считаю, что моя жизнь, вот, и вот до встречи даже с вами 4 года, как я вас помню, 5, да, вы очень большую лепту внесли в мой клуб, вы очень великолепно в моей организации всегда адаптировались, вы нам так много помогали, благодарю вас. Вы даже цыгане привели, которые подарки нам делали, когда у нас ничего не было, и телевизоры, помню. Ну это Адам, это Адам, это не я. Ну не важно, вы и друг ваш Адам, вы большой лепту внесли. И большое вам за это спасибо. Вам спасибо. Я сегодня у вас просто в гостях. А вот, Светлана Павловна, и вот еще последний вопрос вам хочу задать. Вы знаете, как-то я вот обратил внимание на то, что вот вы когда собираете людей у себя, у вас собираются большие, очень, ну, такие дружные компании, вы всегда самое первое, вы все готовите, накрываете на столы, и потом, когда все уходят, абсолютно все уходят, вы сидите до часа ночи, до двух часов ночи убираете посуду. А скажите вообще, вот, что вот все-таки, какая самая главная загадка такая вот у вас есть, почему вы так хорошо выглядите, несмотря на ваш возраст? Да. Что вам помогает жить вообще и быть... Ну, первое, я вам скажу, во-первых, голод, потому что человек должен голодать. Если женщина не голодает, то она, конечно, никогда не будет настолько деятельной, и все. То есть я очень мало ем. Я ем только утром кашу, вечером я ем ряженку перед сном, а вообще я так чуть-чуть, может быть, когда днем, это капельку супчика, маленькую-маленькую эту, иногда, но раз в два только в неделю я позволяю. Вот так я, поэтому вот нужно жить так, чтобы меньше есть и больше деятельно работать. Понимаете? Поэтому я ведь на свои деньги все покупаю. Ну, там, когда приходят гости, они что-то приносят на стол, это само собой. А вообще ведь я еще, мало того, что я получаю пенсию, я плачу аренду, я плачу все услуги, это очень большая сумма. У меня я арендатор, и я вынуждена, вот мне сделают скидку, спасибо Куги, они мне делают скидку большую, ну вот, я плачу 15 тысяч, вот, в месяц. А так бы я платила 30, 60 и так далее. Вот, поэтому, значит, вот, благодаря того, что Куги идет навстречу, что я ветеран войны, что я педагог, и что я работаю с трудными подростками, я ведь всех кормлю, всех одеваю, у нас между собой мы одеваемся, приносим туда вещи, эти вещи кому-то даем, раздаем. Не было такого, чтобы кто-то пришел с тюрьмы или с армии, я не достала мебель, я не сунула ему в первый этаж в окна эту мебель, я не была бы в суде, не бывало этого, то есть я всю жизнь посвятила вот этому делу. Но я не жалею об этом, я не жалею, я всю жизнь вот бедным людям посвятила, я не жалею. Светлана Павловна, я, наверное, заканчиваю, я хочу сказать все-таки то, чего вы не сказали. Мне кажется, все-таки, вы, наверное, хотели это сказать, но не сказали. Все-таки главное, наверное, в том, что вы любите людей, а люди любят вас, и вы поэтому для людей все делаете, и когда делают все для людей, и, конечно, люди тогда и дольше, вот это, пожалуй, самое главное. Больше любви к людям, независимо от того, кто, какие люди, надо всех любить. В нашем мире, в современном, не хватает любви, к сожалению, любви. И даже все те вот люди, которые, даже, я уж не хочу об этом говорить, даже олигархи, этим людям тоже не хватает любви. Да, и жаль, и жаль, что как косточка в черешне, а затвердевает в нас душа. Один молодой поэт написал такую фразу, мне хочется ею закончить, что не надо, главное – это душа хорошая. Совершенно верно. И поэтому жить легче сразу. Человек счастлив от того, что он делает добро. Да. В том числе и вы такое. Мы с вами одинаково все понимаем. Спасибо вам большое. Я очень рада, что я побывал у вас в гостях. Хорошо, субтитры. И что мы прощаемся на хорошей ноте. Всего вам доброго. Хорошо, субтитры. И уж не взыщите, как я себя делаю. Отлично. Спасибо.